В прошлом году миссия «Розетта» Европейского космического агентства поразила публику по всему миру, когда они сфотографировали комету лично и крупным планом. Затем космический аппарат продолжил исследовать, картографировать, анализировать и даже совершил посадку на комету 67P. Этот эпизод «Возвращение к «Розетте»» раскроет, что мы узнали из той посадки, и поделится новостями о приключениях космического аппарата, в то время как он путешествует с кометой во внутреннюю Солнечную систему. Миссия Европейского космического агентства «Розетта» считается одной из самых смелых космических миссий на данный момент. Она очень впечатляет технологически. В прошлом летом «Розетта» прибыла к комете 67P Чурюмова-Герасименко после пути, длившегося 10 лет и более 6 миллиардов километров. После картографирования и исследования поверхности в течение двух месяцев «Розетта» осторожно отпустила свой посадочный модуль «Филэ» на поверхность. Он оскакивал несколько раз, но вернул замечательные результаты. Некоторые команды ученых, управляющих аппаратурой, базируются здесь, в открытом университете, и мы собираемся выяснить, что же они узнали. Отпустив «Филэ», «Розетта» продолжает летать вокруг кометы, присылая эффектные снимки и беспрецедентные научные данные. В этой программе мы встретимся с научным сотрудником «Розетты» Мэттом Тейлором. Он расскажет, как изменяется комета, пока она несется к Солнцу. Вот что делает миссию столь захватывающей. Мы никогда раньше этого не делали. Мы узнаем свежайшие новости о потерявшемся посадочном модуле «Филэ». Специалист по кометам Алан Фиттсимонс расшифровывает некоторые из ошеломительных снимков от миссии. Это невероятный полет команды управления миссией. Он абсолютно прекрасен. А Пит Лоуренс раскрывает связанные с кометой световые эффекты в ночном небе. Мы были здесь в прошлом году в Центре управления полетами с научным сотрудником Мэттом Тейлором, когда посадочный модуль был приведен в действие, и мы следили за последующей напряженной драмой, но об этом позже. Во-первых, одна из ключевых задач «Розетты» — увидеть изменения кометы, выяснив, как она превращается из замерзшей ледяной глобы в активный динамический мир с атмосферой, которую мы называем «кома». У Мэтта Тейлора есть новости. «Кома» — единственная часть кометы, которую мы действительно можем видеть отсюда с Земли. Это признак, выдающий их. Яркое и сияющее свечение, которое возникает и вырастает в хвост, тянущийся через ночное небо. Годами кометы привлекали человечество. Более тысячи лет они считались предвестниками неких великих событий, а в более современные времена нас привлекает то, как «кома», внешняя атмосфера кометы, растет и затем угасает, когда она уходит прочь от Солнца. Впервые «Розетта» становится свидетелем того, как это происходит. Часть аппаратуры «Розетты» для изучения «комы» была построена тут, в имперском колледже Лондона. Поэтому это удачное место для того, чтобы исследовать, что же такое «кома». Кома — временная атмосфера кометы, состоящая из газа и каменной пыли. И нам интересно выяснить, из чего именно она состоит, и что это может рассказать нам о комете и о самой Солнечной системе. Основополагающий вопрос — это откуда на самом деле берется кома. Впервые благодаря «Розетте» мы действительно смогли увидеть, как ледяная комета сама превращается в облако газа и пыли. Давайте я покажу, как это, по нашему мнению, происходит. Это замороженный углекислый газ или сухой лед. И вместе с другими льдами они образуют основной компонент ядра кометы. Вы видите, как газ уходит с поверхности, из сухого льда в данном случае. Этот процесс называется сублимацией. При этом твердый лед переходит напрямую в газ. И это именно то, что, как мы видим, происходит на комете, где газ поднимается от кометного ядра и уносит вместе с собой множество других частичек каменной пыли. И это то, что дает нам эту фантастическую внешнюю атмосферу, эту кому. Когда комета находится на окраинах Солнечной системы, сублимация происходит не сильно. По мере движения ближе к Солнцу, сублимация начинает вступать в игру по-настоящему. Солнечное тепло превращает все больше льда кометы в массивное облако из газа. Кометы фактически одни из самых больших объектов во всей Солнечной системе. Ядро кометы 67П всего 4 км в длину, но ее кома уже имеет протяженность около 100 тысяч километров. Розетта летит вместе с этим телом, в то время как оно извергает все это вещество. Сейчас она примерно в 200 километрах от кометного ядра, так что она внутри комы, прямо рядом с самой активной частью этой системы. И это то, что делает эту миссию столь захватывающей. Мы никогда раньше этого не делали. Мы там, чтобы наблюдать, как это происходит в реальном времени. Мы увидим, как комета превращается из инертного объекта в нечто такое динамичное и такое активное. До сих пор наблюдать это было возможно только через наземные телескопы. И в этом истинная красота миссии Розетты. Мы можем сравнить подробные изображения, которые мы делаем крупным планом, с крупномасштабным видом, который получаем с Земли. Доктор Коллинз Нотграсс координирует наземные наблюдения кометы 67П. Одна из главных вещей, которая нас порой тревожит, но при этом и интересует миссии Розетты, как вы знаете, это пыль. Так что для себя мы стараемся избегать ее и в то же время обнаруживать. С точки зрения наземных наблюдений, что такое для вас пыль вокруг кометы? Ну, пыль для наблюдателей Земли — это на самом деле большая часть того, что мы видим. Потому что комета, когда вы видите ее в телескоп Земли, вы видите комый хвост. Но большая часть света, который вы видите, — это солнечный свет, отражаемый пылью от облаков пыли. Хорошо. Итак, мы приближаемся к перигелию в августе. Это когда комета будет ближе всего к Солнцу. И у нас есть возможность, чтобы астрономы-любители тоже наблюдали ее, так что более обширный материал даст нам гораздо больше точек опоры. Да, любители должны будут сыграть важную роль в этом году, потому что иногда иметь меньший телескоп — действительно преимущество, когда вы стараетесь наблюдать против яркого неба, а также потому что они могут навести их низко. Каждый, у кого на востоке низкий горизонт, может получить снимки ниже, чем возможно поймать в объектив профессионального телескопа. А также они могут делать очень широкоугольные снимки. Большинство профессиональных телескопов, опять же, рассчитано на спектроскопию, или делают снимки очень маленького участка неба. Тогда как комета, будучи вблизи перигелия, станет относительно крупной структурой, так что иметь широкоугольные снимки от множества любителей со всего земного шара было бы хорошими данными о том, что делает эта комета, и для понимания очень большого масштаба. Это по-настоящему хорошее дополнение к международному сотрудничеству, которое у нас уже есть по Розетте, от Европы до Америки и повсюду. Благодаря любителям оно раскинулось в посещу по всему миру. Да, по всему миру есть люди, которые уже делают снимки кометы, и она станет ящичь через месяц. Ключевой задачей Розетты было определение типа воды на комете, сравнение изотопной подписи воды там наверху с тем, что у нас тут внизу. Могли ли кометы доставить воду на Землю, или она появилась из более ближних к дому областей за счет астероидов из внутренних частей Солнечной системы? Кое-что, что мы недавно увидели с помощью Розетты, измерение разных типов воды из кометы, и мы показали, что кометы, возможно, не были основным компонентом в доставке воды на Землю. Это, конечно, один из постоянных споров. Я думаю, что это все равно факт, что некоторые кометы определенно врезались в Землю, когда она формировалась, и точно принесли некоторое количество воды. Но да, возможный результат Розетты показывает, что больше воды пришлось из пояса астероидов. Это между орбитами Марса и Юпитера? Да, сейчас пояс астероидов — область со множеством небольших тел, которые мы сначала думали сухие и каменистые, тогда как кометы ледяные содержат в себе воду. Но за последние 10 лет или около того мы также обнаруживали, что вода есть во внешнем поясе астероидов, и в некотором отношении было проще достичь Земли астероидам из этой области, чем кометам, когда Земля формировалась. Так что в некотором смысле такую картину составить проще, и сказать, что вода Земли могла прийти скорее из этой области, из области пояса астероидов, чем преимущественно от комет. В самом деле, один из хороших фактов относительно результата Розетты состоит в том, что она говорит, что сама эта комета очень-очень старая. Вот что нам говорит это измерение. И состав веществ, которые есть в этой комете, отличается от того, что мы находим на Земле, и это тоже как бы мучает воду нашим пониманием эволюции комет. Я считаю, это очень круто. Да, так и есть. И то, что нам рассказывает Розетта, не обязательно касается только кометы 67P, потому что многочисленные разнообразные наблюдения помогут улучшить наше понимание всех комет. Возможно, самый важный аспект Розетты состоит в этой возможности проверить наземные наблюдения. Розетта там находится вблизи и лично с кометой, и мы понимаем гораздо больше благодаря этим наблюдениям. И мы применяем это к нашим наземным наблюдениям той же самой кометы. Затем мы можем распространить это на все остальные наши наблюдения комет, которые имели место в истории, состоятся в будущем, и получить фантастически лучшее понимание того, как устроены кометы. Кометы — удивительные и порой странные штуки. Кома часто вырастает в более чем один хвост. Чтобы выяснить, почему так происходит, зайдите на веб-сайт The Sky at Night, где вы увидите, как два хвоста даже могут быть направлены в противоположные стороны. Пока космический аппарат Розетты был занят анализом атмосферы 67П, посадочный модуль Филы сидел на поверхности кометы с ноября прошлого года. Посадку окружала настоящая драма, когда посадочное оборудование не сработало, позволив Филы три раза медленно отскочить от поверхности. Наконец он остановился, насколько мы можем сказать, на бугристой почве в тени утеса. При нехватке солнечного света для перезарядки его батареи, как планировалось, началась гонка, чтобы получить как можно больше данных, прежде чем иссякнет главная батарея. После трех коротких дней, Филы перешел в режим спячки, и все замерло. Но сейчас, спустя 7 месяцев, он проснулся. Как это произошло? Во-первых, солнечные панели генерируют 5,5 ватты энергии. А во-вторых, внутренняя температура должна быть выше минус 45 градусов. Сейчас солнечный ветер падает на верхнюю часть модуля, но в будущие месяцы с июня по сентябрь свет будет двигаться дальше, вокруг, освещая солнечные панели, дающие нам больше необходимой энергии. Он в прекрасной форме и имеет 24 доступных ватты энергии. Более чем достаточно для выполнения некоторых научных задач. То, что он сказал нам тогда, в ноябре, уже подбросило нам несколько сюрпризов. Многочисленные замеры подтвердили, что у кометы нет магнитного поля, поскольку кометы — это остатки ранней Солнечной системы. Это подсказывает, что магнетизм не был главной причиной образования кометы. Самыми волнующими для команды здесь, в открытом университете, были данные, пришедшие от Птолемея, их прибора на борту Филы. Саймон, вы су-исследователь Птолемея, масс-спектрометра. Можете рассказать мне, чем будет заниматься масс-спектрометр? На поверхности кометы. Масс-спектрометр в его простейшем виде — это способ измерить массу и концентрацию атомов и молекул. И что мы сделали? Мы сжали прибор, который вы видите тут, вокруг нас в лаборатории, сжали его до меньшего размера, вроде такого. Так что мы смогли проверить анализ, выяснить, что находится вокруг поверхности кометы и под ней. То есть это химический состав? Да. Нашей главной целью было попытаться получить твердый образец из-под поверхности, и мы искали органику в этом образце. Как вы знаете, не все сработало так, как мы надеялись. Но мы действительно получили хорошие данные от этого прибора. Итак, вы получили некие данные. Какого рода результаты вы получили? Это было действительно интересно, потому что, когда мы упали и отскочили, мы, очевидно, были в полете, и наш прибор включился, потому что было запрограммировано автоматическое включение. После контакта? Да, через 20 минут. За эти 20 минут мы собирались включить его и просто проверить, чтобы убедиться, что все работает, так что мы были готовы, а в это время модуль падал, кувыркался, и мы по-настоящему переживали, что вся миссия может быть провалена. Но пока это происходило, мы получали данные к нашему прибору. И затем, когда мы отскочили, мы получили много органического материала, который каким-то образом попал в масс-спектрометр. Мы не совсем уверены, как это было, но думаем, что модуль упал, поднял облако органического материала, который был очень холодным, и часть его попала в сам модуль. А затем, когда мы скакали по поверхности, мы думаем, он превратился в газ, так что мы как бы нюхали во время отскока. Так вы обнаруживали его, пока летели? Да. Во время такого первого отскока мы собрали много органического материала. Это были вещества? Да. Это как раз и интригует. Потому что, как я говорил, мы подняли вверх много органических веществ, которые мы проанализировали, а затем мы остановились. Совсем в другом месте относительно того, где коснулись поверхности первый раз. Первое место было очень активным, там много материала. Где мы сейчас, место очень неактивное. Оно совершенно не такое, как то, где мы коснулись поверхности. Так что, конечно, с помощью Птолемея мы смогли посмотреть на газы, уходящие из поверхности. И мы видим абсолютно разные подписи в комете. Находка органического материала на комете подтверждает прежний анализ Земли, но разнообразие в химическом составе стало новым открытием. Впервые мы вышли на такой уровень понимания устройства кометы. Была ли еще польза от отскоков? Да, конечно. Изначально мы должны были сесть на этой плоской, милой поверхности в солнечном свете. И мы бы, вероятно, получили месяц или два месяца ценных своими данными. Затем мы бы перегрелись, и батареи взорвались бы. И мы бы потеряли аппарат. Но благодаря тому, где мы сейчас, мы защищены, и мы верим, что проснемся в ближайшие недели и сможем проводить измерения кометы на ее пути к Солнцу во время пика активности, и затем, когда она обогнет Солнце, и снова начнет выключаться. У нас должна быть возможность также смотреть на это на обратном пути. В ночном небе полно развлечений, и у Пита есть подробности. Светлые вечера летних месяцев не всегда идеальны для наблюдения за звездами, но они предлагают возможность увидеть удивительный побочный продукт комет. Примерно через час после заката Солнца вы можете увидеть в направлении северной половины неба клочки золотых, белых или электрически синих облаков, заметно ярких на фоне темного неба. Они называются серебристыми облаками. Эти облака, по сути, тонкий покров водяного льда, в самых верхних пределах нашей атмосферы, в мезосфере, как ее называют. Сейчас они на высоте 50 миль, что в 7 раз выше самых высоких обычных облаков. И там они находятся прямо на границе с космосом. Теперь, почему серебристые облака начинают светиться ночью? Потому что, хотя Солнце находится ниже горизонта для вас, они расположены так высоко, что по-прежнему могут видеть Солнце и отражать его свет к вам, поэтому кажется, что они светятся даже в ночной темноте. Если поблизости есть облака, они выглядят темными и видны, как силуэты в фоне сумерек. Всем облакам нужно что-нибудь вроде частичек пыли, вокруг которых образуются водяные капли и ледяные кристаллы. Теперь обычные облака формируются вокруг частиц, поднявшихся в атмосферу земной поверхности, но на самом деле сложно донесить частички пыли прямо в мезосферу. Сейчас некоторые ученые считают, что частички, которые населяют этот тонкий слой в мезосфере, в котором образуются серебристые облака, могут происходить, среди прочего, от комет и астероидов. И их довольно просто сфотографировать обычной камерой. Другой объект ночного неба, связанный с кометами, которые можно сфотографировать, относительно просто падающие звезды или метеоры. Метеорные дожди — предсказуемые события, которые происходят, когда Земля проходит через пылевой след, оставленный кометой на ее орбите. Теперь, что происходит? Крошечные частички пыли, обычно размером в песчинку, проходят через атмосферу Земли и испаряются, вызывая те полоски света, которые мы знаем как метеоры. Следующий большой дождь будет в Персиде в конце июля и августи. Но отдельные метеоры, известные как спорадические, могут появляться в любое время, иногда до 10 штук за час. Там наверху много кометной пыли. Я не могу сделать звездный путеводитель по теме комет, не показав вам, по крайней мере, одну реальную комету. К сожалению, 67P не очень удачно расположена в настоящее время, и она весьма тусклая, но положение улучшится в течение года. Да, она никогда не будет самой простой целью для поимки, но я уверен, многие из вас попробуют. Но та, которую я высматриваю для сегодняшнего вечера, намного ярче. Комета Lovejoy была в наших небесах в течение нескольких месяцев, даря нам эффектное зрелище. А сейчас она направляется во внешнюю Солнечную систему. Кометы бесконечно завораживают, вызывая столь разные явления, как в глубоком космосе, так и в нашей собственной атмосфере. Итак, подробностям о том, как найти комету Lovejoy, и что еще происходит в ночном небе, вот звездный путеводитель на этот месяц. Комета C2014Q2 Lovejoy сейчас движется на юг, в сторону от полярной звезды, через Малую Медведицу. Она пройдет близко к звезде Кокап в конце июня. Чтобы ее увидеть, понадобится телескоп или большой бинокль. Еще одна комета C2014Q1 Panstar может быть видна невооруженным глазом или через бинокль в начале июля. Сначала найдем Юпитер рядом с Венерой, низко на западе, вскоре после захода Солнца. Затем посмотрим вправо, чтобы найти яркие звезды Кастер и Полюкс. Комета должна быть в этом же поле зрения в начале июля. Наконец, чтобы увидеть серебристые облака, взгляните низко в направлении северо-западного горизонта, примерно через 90-120 минут после заката, или же за столько же до восхода Солнца. Взгляните низко на северо-восток. Нет гарантии, что они будут видны. Но если будут, они могут оказаться весьма завораживающими. Итак, вернемся к самой миссии Розетты. Наряду со всеми научными данными, она представляет нам прекрасное изображение кометы. И чтобы показать их, здесь с нами специалист по кометам и друг программы «Ночное небо» Алан Фиттсиммонс. Спасибо. Давайте начнем с этого снимка. Он был сделан в феврале, и именно так я представляю себе комету. Она чудесна, не так ли? Она прекрасна. Что здесь видно, это ядро во всей своей красе и вещество, выбрасываемое под действием солнечного света, нагревающего льды под поверхностью. И в частности, что тут видно, что в то время большая часть вещества выходила из этой области перешейка между меньшей головой и большим телом. Это отчетливо видно по этому исходящему веществу. И когда вы смотрите на этот снимок, можно видеть все эти белые точки по всему изображению. Это не звезды на заднем плане. Большинство из них — частицы кометной пыли. Правда? Я думал, это звездное поле. Я был убежден, что это кометы, висящие в пространстве. Тут невозможно узнать созвездия, я боюсь, потому что это гораздо более крупные частицы, некоторые, возможно, до нескольких сантиметров. Также мы видим, что она изменяется. Это был февраль, а вот майский снимок. И активность совсем другая. Совершенно верно. Как мы видим сейчас, активна вся поверхность. И почему? Что изменилось? Сейчас комета так близка к Солнцу, что вся поверхность прогревается. И даже несмотря на то, что на большей части поверхности нет льда, тепло способно проникать к ледяным слоям под поверхностью. Это выводит вещество сквозь поверхность. Что мы и видим. Часть его выходит через трещины, часть — через отверстия. Часть может просто постепенно подниматься сквозь поры поверхности. Именно так я всегда и представлял себе активную комету. Итак, это общий вид, но у нас есть очень детализированный вид поверхности, также с розетой, так что у нас много снимков, похожих на этот. Этот снимок, я знаю, вызвал сильное волнение. Что мы здесь видим? Мы видим на этом снимке много разнообразных местностей, и справа вверху мы видим эту возвышенность, это плато. И вдоль края этого плато отчетливо видна слоистость. И это невероятно важно, потому что мы знаем, что на Земле, когда мы видим слоистость, мы видим пласты. Они должны быть образованы либо скальными отложениями и океаническими веществами, либо луканической активностью. Смысл в том, что если вы видите слои, значит что-то происходит снова, снова и снова, потому что каждый слой представляет один эпизод некого процесса, который его вызывает. Именно, верно. Но мы знаем, что обычные процессы на Земле не влияют на образование слоев на комете. Так что есть две возможности, и, пожалуй, более вероятная такая, что, что мы сейчас видим, это признак формирования кометы. Когда этот объект возник во внешней Солнечной системе миллиарды лет назад, он образовывался в результате мягких столкновений, но эти столкновения должны были выбивать много вещества. Много пыли. Сейчас снова большая часть пыли улетает, но часть ее снова опускается на поверхность, способствуя строительству кометы, и, возможно, представить себе столкновение за столкновением, формирующие комету по этим слоям. Возможно, это признак этих слоев, которые с тех пор открылись нам. Благодаря процессу эрозии, протекающему ныне на комете, мы знаем, что в настоящее время она теряет гораздо больше вещества при каждом прохождении вокруг Солнца, чем падает обратно на поверхность. Так что каждый раз, облетая вокруг Солнца, она становится меньше. И эти слои снова выходят на поверхность. Именно так, что мы видим, как открывается история прошлого кометы. И нам даже удалось заглянуть внутрь ее. Я знаю, этот потрясающий снимок. Волнует то, что если вы посмотрите на левую сторону отверстия, вы увидите эту узловатую структуру. В основном это шарики. Эти маленькие шарики имеют около двух-трех метров поперечники, так что не такие уж они и маленькие. Такой вид размера. Вы с трудом обхватили бы его руками. Важно то, что Розетта видит их везде, где она видит обнаженные поверхности, заглядывая внутрь кометы. Что означает, что это основные строительные блоки кометы. И может быть так, что мы здесь видим первые объекты, которые образовались в нашей Солнечной системе. Так что настоящий размер этих штуковин в несколько метров поперечники. Именно. Продолжается работа, которая предполагает, что эти двух- или трехметровые валуны сами состоят из меньших объектов, размером с камешки. И мы можем получить первые данные о том, как на самом деле мать природы создает валуны. Затем кометы, более крупные объекты и, наконец, планеты, подобные Земле. Они удивительно единообразны. Что можно увидеть на этом снимке, что все эти шары примерно одинакового размера. Верно. Каким бы физическим процессом это ни управлялось, размер довольно единообразен. И это может дать нам хорошие подсказки о действительных силах и физических процессах, которые формировали эти ранние объекты. Ну и одно последнее изображение. Я люблю этот кадр. Да, он красив. Этот снимок сделан Розетой во время близкого пролета над поверхностью в День Святого Валентина в этом году. И первое, что вы видите, это большое черное пятно внизу, которое является тенью самого космического аппарата, что великолепно. Это селфи Розетой, если угодно. И здесь всего она в шести километрах от поверхности. Теперь, если сравнить мой полет для встречи с вами сегодня, был выше над поверхностью Земли, 30 тысяч футов, чем Розетта летала над поверхностью кометы. Поэтому это невероятный полет команды Центра управления. Он совершенно бесподобен. Вот и все на этот месяц. Мы покажем вам еще одну программу в этом году позже со всеми новостями из самого опасного и непредсказуемого этапа миссии Розетты, юно и большего приближения к Солнцу. В следующем месяце будет 750-я серия ночного неба, поэтому у нас совершенно особенная программа. Мы последуем за космическим аппаратом «Новый горизонт» агентства НАСА, когда он встретится с сокрытым миром Плутона и его лун. Это будет наш первый настоящий взгляд на поверхность мира, о котором мы все знаем со школы, и он обещает стать захватывающим. Мы будем в Центре управления полетом в Америке в течение всего этого действия, так что не пропустите. А пока выйдите на улицу и поднимите взгляд вверх. Доброй ночи! За дальнейшей информацией о сегодняшних волнующих новостях о Филе, зайдите на сайт ночного неба в колонку от Криса. Озвучивание фильма выполнил Lord32x Субтитры создавал DimaTorzok